Тем, кто до сих пор верит в сказку, понравится это грандиозное средневековое сооружение, утопающее в пышной зелени, раскинувшегося вокруг него сада. Главный вход замка Лесмор украшают таинственные кованые ворота, ворота всадников. Так их называли, когда вход охраняли два конных часовых. История создания этого замка уникальна. В конце 12 века на этом месте свой первый замок приказал построить принц Джон. После того, как он стал королем Англии, Джон Иоанн Безмельный передал замок церкви. После замок был куплен новым владельцем Уолтером Ралли. Он, кстати, первый привез картофель и табак в Ирландию. Но ему не пришлось долго радоваться удачному приобретению. В 1602 году он был арестован по обвинению в государственной измене и стал узником мрачной тюрьмы Лондонский Тауэр. Ралли пришлось продать свой замок Ричарду Бойл, младший сын которого впоследствии стал ученым. Роберт Бойл известен нам по физическому закону сжатия газов, носящий название «Закон Бойля-Мариотта». В 17 веке во время Кромлевских войн город и замок были разграблены. В 1753 году четвертый герцог Деванширский Уильям Кавендиш женился на леди Шарлотте Бойл, единственной дочери и наследницы четвертого графа Корка. И, получив в свои владения замок и землю, провел самую дорогостоящую реставрацию замка. Исторический сад разделен на две части. Верхний сад – это типичный пример закрытого сада 17 века. Его внешние стены и террасы сохранили свой первозданный вид. Нижний сад в основном заложен в 19 веке и выглядит неформально. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В замке находится несколько башен. В гостиной флаговой башни находится большое окно, выходящее на реку, названное окном короля Якова. История гласит, что во время своего обеда в замке король Яков I, подойдя к окну, тут же отпрянул назад, увидев всю глубину пейзажа, открывающегося из него. Сейчас в замке вот уже 400 лет проживают члены одной семьи. Замок закрыт для посещений. Но тут вполне можно провести свадебную церемонию или приватный банкет с очень высоким уровнем сервиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»